здравствуйте я семейный психолог и мама двоих взрослых детей поэтому что из себя представляет подростковый возраст знаю не только из своей практике но и в общем из личного опыта и прекрасно понимаю что это очень очень непростой возраст для всей семьи что жить с подростком непросто они реально могут обижать временами доводить до иступления временами доводить до бессилия но в общем это все переживаем и не случайно во всех психологических теориях которые описывают возрастные изменения подростковый возраст он описывается как кризисный и действительно с одной стороны все те физиологические изменения которые претерпевает подросток меняется тело сегодня выросли ноги завтра руки тут на 20 сантиметров вырос за лето как управляться с этим своим домом которому ты вдруг стал не хозяин или хозяин в общем это очень сложно изменения связанные с половым созреванием изменения связанные с колебанием гормонов когда вдруг тебе хочется самоубиться или вдруг ты неизменно счастлив или какая-то влюбленность или экзистенциальные кризисы кто я где я куда я там тварь дрожащий или право имею ах оказывается я взрослый и должен уже выходить в этот мир а этот мир мне совершенно не нравится и боже мой что делать а ты живешь с ним рядом и как-то тоже должен вот во все это вписываться но сегодня мы поговорим про несколько несколько другой взгляд и понятно что подростковый возраст это кризис для всей семьи ну потому что жить с человеком который претерпевает кризис подросток он или нет всегда непросто но и мы поговорим о том что подростковый возраст это следствие и о да происходит что-то на индивидуальном уровне причем и на физическом на эмоциональном интеллектуальном в общем любом но если семейные отношения если структура семьи изменяется адекватно возрасту ребенка и в подростковом возрасте приходит в состояние которое скорее ты поддерживаешь его не соперничаешь с ним принимаешь его взрослость то в общем я сама видела такие ситуации такие семьи когда подростковый возраст проходит гладко и так для того чтобы попробовать посмотреть на это с другой стороны давайте вспомним о системном взгляде и мы семейные мы в общем это основная база наша на которую мы опираемся наша теоретическая база когда работаем со всей семьей мы смотрим на семью как на некий единый организм где различные люди выполняют функции ну как вот почки печень кожа которая ограничивает пространство семьи когда нельзя сказать что кто-то хорош а кто-то плох когда нельзя сказать что причина того что происходит в муже в жене или в ребенке потому что знаете когда ребенок вот достигает этого такого критического подросткового возраста всегда можно сказать да у нас все так плохо потому что у нас сейчас деточка подростковый возраст проходит он чудит ну поэтому да у нас все плохо так вот системной точки зрения нельзя назначить кого-то ответственными и скорее есть определенные циклы взаимодействия когда поведение одного человека поддерживается поведением другого человека и в свою очередь служит его причиной то есть такая взаимная круговая причинность когда части и процессы взаимо обуславливают друг друга и соответственно любые изменения происходящие в каждом человеке или в каждой подсистеме они неизменно вызывают изменения в других подсистемах и в общем совершенно невозможно вот взять кого-то ну допустим начать с ним там игровую терапию психодраму но все что угодно и улучшить каким-то образом хотя именно с этим мы как практические психологи в общем сталкиваемся каждый день когда приходят родители и жалуются был прекрасный замечательный ребенок и вдруг вырос и превратился вот это ища диада почините нам его так вот абсолютно бессмысленно брать вот этого подростка и что-то с ним делать мы глубоко убеждены что работать надо со всей семьей и сегодня мы дойдем до этого понимания почему и лишь тогда мы достигнем устойчивых изменений в общем будет всем счастье в этом смысле если относиться к системе как к живому развивающемуся организму то есть определенные стадии жизненного цикла которые проходят каждая система ваша моя клиентов которые к нам приходят в общем наверное абсолютно любой семьи в любой точке земного шара как вообще любая система это что подростковый возраст оказывается таким очень кризисным это скорее обусловлено тем что не все стадии жизненного цикла проходят адекватно более того если на какой-то стадии жизненного цикла на ранней стадии жизненного цикла мы видим что закладывается определенный дефект сейчас мы поговорим какие дефекты могут заложиться и как они смогут проявиться в подростковом возрасте то вот не зря я здесь эйфелеву башню вы простите бизанскую башню нарисовала потому что вот этот дефект который есть фундаменте он не позволяет выстроить адекватное здание вот это семейное скорее она вот растет под неким уклоном и рано или поздно либо она падает либо нужно что-то что было бы тем самым стабилизатором и эту падающую башенку подпирала бы и вот поведение подростка она очень часто и бывает тем самым стабилизатором который не позволяет рухнуть всей семье а теперь давайте разберемся какие дефекты мы можем заложить в этот фундамент вот представляете оказывается что то что чудит наш подросток нам-то кажется что с ним что-то не так он вообще говоря проходит там свои совершенно адекватную стадию развития и взросления так вот это может закладываться еще ну допустим в самой самой первой стадии жизненного цикла жизни одинокого молодого человека что происходит со всеми нами на этой стадии до забыла сказать что на каждой стадии есть определенные задачи которые ты решаешь так вот жизнь одинокого молодого человека это когда ты сепарируешься от своей семьи это вовсе не означает что ты должен покинуть родительский дом и так сказать не общаться со своими родителями более того вот то что я сейчас произнесла это скорее признаки эмоционального разрыва отнюдь неадекватной сепарации адекватная сепарация это когда ты создаешь своими родителями такие нормальные партнерские отношения от которых в общем хорошо всем ну понятно что про это можно еще одну лекцию прочитать про то как проходит сепарация на отнюдь не всегда симметрично проходит и ты можешь там как-то сепарироваться вследствие я не знаю личностного роста терапии своей очень твои родители могут совсем не сепарироваться так вот если ты не решаешь эту задачу то получается что вот ты тащишь груз вот этих связей таких в общем патологических связей всю свою жизнь и можешь что то там доказывать папе маме а можешь партнера выбирать себе на следующей стадии жизненного цикла чтобы доказать родителю что ты взрослый например и следующая стадия эта встреча с будущим брачным партнером иногда ее в литературе называют роман основная задача на кота которую ты решаешь на этой задачи это ты учишься открываться не бояться быть уязвимым договариваться с человеком причем договариваться не только по каким-то техническим вопросам где мы жить будем а ну в общем наверное не бояться быть уязвимым и открыто теперь представьте если вот этого всего не случается а уже наступает следующая стадия жизненного цикла это как раз время диада когда люди женятся но или начинают жить вместе и мыслит себя как семья то есть возникает вот это самое то что в системной семейной терапии называется интегративное свойство когда люди говорят мы семья может быть неважно совершали ли они какую-то религиозную или гражданскую процедуру неважно там заключали алиане брачный контракт но по крайней мере перед собой они решили что мы семья мы будем жить вместе у нас отношения у нас не просто отношения у нас есть обязательства значит теперь представьте что если они не научились открываться не научились быть уязвимыми не научились показывать друг другу что они любят друг друга или даже еще более ранее задача они не сепарировались от своих родителей они так и остались детьми по сути дела причем знаете ну это могут быть очень взрослые люди которые много чего достигли в своей карьере но при всем при том они до сих пор что там пытаются папе маме доказать или чувствуют себя если говорить про следующую задачу очень одинокими они не умеют быть близкими и вот следующая задача а а еще там не договорились кто деньги зарабатывает кто посуду моет ну вот про обязательства и вот наконец их трое третья стадия жизненного цикла рождается ребенок с одной стороны он безусловно их очень начинает связывать ну знаете если считать что на предыдущей стадии жизненного цикла на время диады очень много разводов по оценкам социологов распадается 70 процентов браков это то что называется не сошлись характерами то есть не научились договариваться не научились быть близкими то вот на следующей стадии времени триады очень редко распадаются браки треугольник это вообще очень устойчивая структура а как мы это на индивидуальном уровне чувствуем ну во первых женщине с ребенком наверно уйти просто трудно она в крайне зависимом положении должно что-то быть такое ну уж очень страшное происходить ее кто-то должен сильно обижать но мужчина как нашей культуре порядочный человек где женщину с маленьким ребенком своего ребенка не бросит поэтому вот на этой стадии разводов мало но ребенок начинает если не решены вот эти вот все предыдущие задачи ребенок начинает выполнять функцию стабилизатора то есть вот эта пара может утратить фактически супружества и существовать только как родители причем они могут быть прекрасными родителями очень заботливыми родителями родители которые крайне пекутся о своим о своем ребенке мы чуть попозже поговорим правда к чему приводит такая сверх забота но если для тебя родительство сверх ценность знаете даже очень очень маленькие дети это чувствуют и они чувствуют что они этот брак скрепляют и дальше вот задайте себе вопрос как ты вообще можешь вырасти как ты можешь сделать хоть какой-то шажочек из этой семьи как ты можешь быть самостоятельным если ты понимаешь что стоит тебе сделать шаг из семьи и в общем все рухнет как только родители перестают быть родителями супружества там в общем не осталось и тогда ну что и вот обладая такой чувствительностью конечно очень трудно взрослеть и пропускаю дети идут школу наконец наступает то самое время трех кризисов на котором мы сегодня и сосредоточимся значит смотрите что происходит с одной стороны первый кризис это кризис подростковый когда ну вот вроде бы ты уже в этой детской позиции не слишком адекватен ну сколько можно быть младенцем этой семье все твое все твое окружение имеет уже какие-то какую-то свою жизнь друзей увлечение мечты возможно не обязательно но возможно хоть какие-то планы на жизнь ну или по крайней мере думает про то я понимаю что это очень сложно когда тебе там 14 15 16 лет понять кем ты хочешь быть всю оставшуюся жизнь но не задуматься про это но было бы странно и вот ты как подросток начинаешь да задавать себе вот эти вот вопросы что мне делать дальше я хочу быть когда вырастут вообще кто я очень непросто очень непросто ну плюс происходят всякие физические и физиологические изменения которые ну тоже совершенно обескураживают а с другой стороны это кризис среднего возраста примерно в это же время не говорю что это именно 40 лет ну там плюс минус на пяток лет у родителей и родители тоже в это время задают себе вопросы такие общечеловеческие но только не про тварь я дрожащие или право имею а скорее эти такие промежуточные итоги вот чего-то ты не достиг и вероятно уже не достигнешь никогда а что-то достиг и вот когда ты начинаешь подводить вот эти итоги ну хорошо когда они утешительны ну допустим о чем-то мечтал к чему-то стремился окей достиг а чего-то хотел ну вот не получилось а еще хуже когда хотел получилось и ты не понимаешь ну и зачем все это было ну например опять же не решена задача самой первой стадии жизненного цикла ты все еще оказывается что-то доказывал своим родителям и вот залез ты на эту вершину ты уже владелец заводов газеты пароходов ты уже много чего тебя много денег тебя много недвижимости по всему земному шару и вот стоишь ты на этой вершине и понимаешь друзей нет семье то посторонний человек в общем и для своей жены ну или мужа дети к тебе относятся странно но они такие чужие люди и все это очень неутешительно так чему ты стремился но может быть папа и мама были бы довольны а может и недовольны но твоя то жизнь прошла как-то очень странно и непонятно доволен ты этими результатами или нет возможно у меня выборка не репрезентативная собственно каждый день скорее с такими людьми встречаюсь и вот знаете такие результаты они очень неутешительные и требуется что-то в оправдание и прекрасное оправдание у меня сложный ребенок или я ничего не достиг потому что детка помешала такой нормальный механизм проекции ну да еще можно конечно сказать что это потому что жена не та или муж не тот муж не дал мне возможности сделать карьеру или жена не помогала и смотрите что получается вот эти два кризиса они ну как бы вступают в резонанс усиливая друг друга с одной стороны подросток если он понимает ну хорошо если не понимает интеллектуально то по крайней мере чувствует что как только он сделает шаг из дома как только он вообще начинает демонстрировать шаги сепарации что-то такое поднимается напряжение тревога в семье ну потому что родители очень отдалились друг от друга вообще не очень понятно они там супруги или не супруги то что родители да ну вот возможно этого супружества уже не осталось причем знаете здесь нет никакой мистики это может выглядеть примерно так папа можно я в этом папа с мамой можно я поеду не знаю с друзьями в питер или с классом в киев или можно я останусь у кого-то на даче с ночевкой или у подружки родители говорят ну конечно до оставайся остаются друг с другом и как-то вечер так проходит как-то пусто а может быть если там осталось остались вот эти обиды это соответственно третья стадия жизненного цикла ну потому что когда-то там до чего-то не договорились или не научились быть близкими и не научились разговаривать друг другом и прояснять эти обиды и вот эти люди уже там прошло лет 15 оборачиваются друг другу и оказывается что им как плоховато вот прям плохо и дальше ребенок возвращается подросток и видит что мама ходит какая-то напряженная папа а может они вообще поругались поэтому видим что они не разговаривают друг с другом или там как-то шипят друг на друга знаете по принципу собачки павлова это же прям условный рефлекс как только ты делаешь шаг из семьи приходит отрицательное подкрепление не делай этого видишь что происходит в твоей семье и конечно вот в такой ситуации вот делать шаги к сепарации крайне сложно ну в общем редкий ребенок может это делать скажем так но тут написано время трех кризисов соответственно если не решена самая самая первая задача самой самой первой стадии жизненного цикла то очень активно во всем этом участвует еще старшее поколение а это им примерно 60 вот что-то это когда люди выходят на пенсию и резко теряют социальный статус и если люди привыкли там все решать привыкли быть важными главными привыкли что к их голосу прислушиваются а тут они вынуждены существовать на свою пенсию понимают что их социальный статус резко понизился ну что уж там наши пенсионеры отнюдь не всегда путешествуют по миру и страшно радуются жизни и итоги не слишком утешительные это ведь под только тенденция последних лет про возраст счастья про свободу которую ты обретаешь с пенсии но может быть больны больших мегаполисах отчасти это да но в целом наверное все таки есть определенные и общественные мифы про то что старость не радость куда ты бабушку прешь тебе на погост пора ну и вот наши отношения к людям пожилого возраста в общем оставляет желать лучшего что уж там и вот когда люди ощущают я имею ввиду пожилое поколение вот это вот резкое снижение уровня жизни потерю социального статуса то каким-то образом им надо но хоть как-то приподнять себя и так а если не решена задача прям самой первой стадии жизненного цикла то подростки становятся прекрасным способом приподнять свою значимость или что-то доказать вот этому самому среднему поколению ну например я знаю одного подростка который выращивал на балконе коноплю у бабушки и бабушка была крайне так сказать плещена тем что внук именно у нее этим занимается потому что и осуждала родителей которые не разделяли увлечение ботаникой собственного сына и была крайне изумлена когда правоохранительные органы к ней нагрянули еще одна бабушка считала что родители крайне в общем угнетают ребенка поэтому мало того что она из своей скудной пенсии собирала и подкидывала ему деньги она еще всячески оправдывала его походы по клубам и покрывала его перед родителями но например она говорила что можно сегодня там внучок останется у меня родители были крайне нравилось что у них растет такой прекрасный сердобольный внук который ухаживает за бабушкой и конечно они отпускали его к бабушке которая говорила что учет я сегодня плохо себя чувствую пусть он у меня останется ну излишне говорит что никакой бабушке он не приезжал он уезжал в ночные клубы где прекрасно проводил время на бабушкины же деньги и бабушка при этом говорила да вот он у меня и представляете какое ощущение значимости у нее было что вот у нее с внуком хорошие отношения они понимают друг друга родители не понимают и тогда и тогда знаете вот получается что подростковое поведение она уже переходит вот эту черту индивидуальных симптомов это скорее симптомы неблагополучия в общем всех то ну да всей семьи и получается что подростковое поведение это не индивидуальный симптом отражение в общем несбалансированности во всей системе то есть подростковый возраст это последствия и я думаю что это такая идея всей моей сегодняшней лекции и вот давайте поговорим про то какие могут быть варианты и о чем нам свидетельствует подростковое поведение то есть ловушки в которые попадает семья с подростком про первое я уже сказала это такая крайне разобщенная семья когда каждый сам по себе когда вот этой близости совместности очень мало и тогда что может делать подросток своим поведением он фактически всех сближает заставляет разговаривать ну да темы на которые он заставляет разговаривать прям скажем так себе все в основном ругаются но это такая классическая ситуация когда на прием к психологу семейному часто психологу приходит вся семья и рассказывает вот что у нас подросток то не делает это не делает или наоборот делает что-то такое дальше подставьте любой симптом плохо учится ничем не интересуется играет в компьютерные игры но посмотрите один нюанс вот сейчас они все собрались и пришли на прием и получается тогда что иногда надо сделать что-то но по-настоящему плохое и здесь речь идет и о наркотиках и о воровстве надо сделать что-то плохое чтобы объединить всю семью и это особенно видно когда вот именно в супружеской под системе есть вот такое разобщение когда супруги в общем уже перестали быть друг другу друзьями мужчины и женщины очень близкими людьми то есть когда вот эта вся семья держится в основном на родительстве при этом супружестве есть такая разобщенность и очень простой вопрос а что вы делаете вместе как пара люди задумываются и оказывается что ну в общем вместе как пара они в основном ругаются с подростком или занимаются с ним чем-то возят его куда-то ну потому что иначе он же конечно отобьется от рук система существует только за счет родительских ролей супругов так вот в этой ситуации ну как будто бы шансов сепарироваться нет в принципе или надо прибегнуть к очень каким-то таким весомым процессом для того чтобы сепарироваться и разорвать вот эту связь которая слишком крепкая более того очень часто подростки могут говорить о чувстве вины о том что если они сделают шаг и попробуют выйти из этой семьи то как будто бы семья развалится причем вот здесь уже речь идет даже не о сверхчувствительности которая характерна для очень маленьких детей которые мне кажется они как животные прям до чувствуют какие-то вещи подростки это просто видят как в тех примерах которые я вам описывала когда-то она осталась ночевать у подружки папа с мамой поругались или не знаю мама заболела или папа напился или что-то все время вот это отрицательное подкрепление то же самое часто бывает когда вот этого супружества остается очень мало а его неизбежно остается очень мало если вот не решена задача допустим второй стадии встречи с будущим мрачным партнером но не научились людям быть близкими или там жизнь диады когда люди собираются под одним под одной крышей и делят обязанности делятся планами строят совместные планы и вот здесь да вот каждый раз когда подросток вот этот делает шаг такой центробежный из семьи вдруг возникают не зря же я вам говорила про эти стадии жизненного цикла вот те нерешенные задачи во всей красе опять встают перед парой и вот когда это супружества не налажено или разрушены или люди не сумели его сохранить то очень часто кто-то из супругов может создавать коалицию с подростком и вообще это очень частая ситуация когда подросток ведет себя как ища диада но на самом деле кто-то из супругов вы простите из родителей его поддерживает вот я рассказывала например про бабушек кто-то из старшего поколения может до поддерживать его но ведь все то же самое может быть когда поддерживает кто-то из родителей например один родитель запрещает другой разрешает один родитель чего-то дает другой не дает и здесь классика допустим папа сказал нет там пока ты чего-то не доделаешь не знаю уроки ты не пойдешь куда-то а мама говорит хорошо хорошо и дети и еще и денег подкидывает и ну мало того что мы вообще растим социопатов так у при таком раскладе когда очень разные команды ну и вообще-то подросток слабоват чтобы протестовать слишком сильно поэтому если если протест очень силен силен если симптоматика такая очень яркая то скорее всего он сидит на чьих-то плечах скорее всего у него есть группа поддержки или кто-то поддерживает классика жанра это конечно разведенные родители когда один не дает другой дает один не покупает другой покупает один не разрешает другой разрешает в этом смысле знаете когда люди разводятся они может и перестают быть супругами но так в идеале тогда но родителями то они остаются на всю оставшуюся жизнь и поэтому вот эта недоговоренность по каким-то вопросам она конечно дальше будет проявляться вот именно в подростковой симптоматике про калиции подростка со старшего поколения я уже рассказала ну вот это вот те самые бабушки-дедушки которые разрешают и поддерживают когда они дают родителей и тут тоже надо разбираться с этим или несбалансированность семейной иерархии ну в целом вот смотрите когда рождается ребенок пока он маленький сейчас как бы сказать вот не существуют правильных или неправильных иерархий если в какой-то семье существует существует патриархальный уклад ну какая-нибудь такая централизованная структура когда там не знаю все подчиняются папе ради бога если все согласны мама дети никто не протестует ну почему нет в конце концов чем более авторитарная структура те в более трудной жизненной ситуации выживает семья и есть я диссертацию читала где исследовались городские семьи городов с разным населением и в больших мегаполисов больше как выяснилось распространена демократическая структура в маленьких городках с трудным выживанием в сельской местности больше распространены разные авторитарные структуры чем труднее выживать тем более авторитарные вот эта структура поэтому демократия у нас авторитаризм в общем наверное не очень даже важно но хотя мы помним да что демократия это все-таки некий закон который принят в семье и дальше все подчиняются этому закону это отличается от анархии так вот важно чтобы все были согласны с теми позициями в иерархии которые они занимают потому что если кто-то не согласен это называется борьба за власть и вот подросток часто может претендовать на ту роль в семейной иерархии которую занимает отнюдь не он это очень часто бывает в семьях где кто-то из родителей дисфункционален например пьющий больной причем когда я говорю про дисфункцию я имею ввиду любую дисфункцию социальную кто-то не работает например долгое время или там психическую диагноз у человека или кто-то пи или пьющий человек или или это соматическая болезнь кто-то инвалид так вот очень часто в этой в таких семьях существует та самая перевернутая иерархия и подросток занимает место на вершине этой иерархии но за неимением супруга или супруги он фактически становится но в иерархическом смысле супругом своему второму родителю например классика пьющий папа и подросток который фактически муж мамы который выполняет роль отца он может даже деньги зарабатывать а то что он много много функций берет на себя в том числе кстати частом эмоционально утешительную утешает маму например такое часто бывает в разведенных семьях когда ну кстати есть вот этот эффект когда мальчики живущие с мамой они даже физически развиваются быстрее и временами занимают роль временами отцов фактически так вот при перевернутой вот несбалансированности вот этой вот семейной иерархии очень часто подростковое поведение она тоже фактически про то когда подросток пытается показать что я главный вы конечно старше вы конечно можете мне диктовать все что угодно но я этого делать не буду и буду делать по-своему и тогда родитель может кричать он может даже только ради бога да я про это не говорю что я не оправдываю когда бьют детей детей родитель может даже так сказать применять телесные наказания но при этом он чувствует абсолютное отчаяние бессилие он же не просто так кричит или дерется это происходит очень часто от безысходности бессилия и когда вот такие чувства всплывают на приеме у психолога когда родитель и вот тут я его треснула потому что уже просто вообще не понимала что мне делать это от отчаяния а он улыбается и в этот момент на самом деле улыбается он от того что он чувствует что вот там папа или мама такие значимые важные но с ним они сделать не могут ничего и вот он там как граф компьютерные игры так и будет играть как там сказать не учился так и не будет учиться как хамил так хамит и конечно он победил и конечно он чувствует собственную значимость в этом случае перевернутые роли в семейной системе это да это вот часто бывает когда кто-то из родителей болен ну или какая-то там дисфункция видит алкоголизм и подросток замещает кого-то из родителей поэтому тоже поговорили теперь наверное как мы это делаем вот вроде бы про функции мы поговорили а я смотрю времени уже оказывается когда она очень быстро течет а мне еще много что надо рассказать очень часто к вот подростковой такой симптоматике такому поведению нежелательному привозит авторитарное воспитание чем она характерна когда опора происходит только на авторитет родителей это не про то что я уважаю своего папу или свою маму потому что мне нравится как они много делают прекрасно мне нравится как они рассуждают мне нравится чего они достигли а это скорее про то что я сказал я отец поэтому ты делай так или я мать поэтому вот это не аргумент для подростка абсолютно если это был аргумент в 5 лет то это совершенно не аргумент в 14 требование беспрекословного подчинения понятно что ты должен убирать свою комнату потому что я так сказал для подростка требования лояльности семейным правилам когда ты должен одевать это вести себя так есть это думать так потому что я так сказал потому что у нас так в семье принято потому что у нас в семье не матеряться у нас в семье что еще дальше подставьте все что угодно но и вы конечно рискуете столкнуться с тем что будет поведение совершенно обратное ну и соответственно авторитарное воспитание приводит к совершенно невозможности сепарироваться и жить своей жизнью и я понимаю что вот эта первая часть моей лекции привел может привести к тому что у вас голове рождается мысль что конечно родители во всем виноваты и я думаю что мы психологи популяризируя психологические знания конечно внесли свою лепту в то что в современном обществе существует тенденция обвинять нас бедных родителей вообще абсолютно во всем что происходит и можно было бы подумать вот из первой части моей лекции что я пытаюсь теперь родителей вас обвинить и это такая вот конечно тенденция последних лет двадцати потому что родители воспринимают детские вообще и подростковые в частности проблемы как будто бы это они что-то не сделали но если они что-то не сделали то скорее всей семьей не сделали а все-таки не про то что я плохая мать или я плохой отец и здесь был вклад как мы помним если мы относимся к семье как к целому организму и папы и мамы и самого подростка и остальных детей если они есть и поэтому очень часто когда мы это и это конечно достижение последних лет 15 мы все пытаемся уходить от вот этого авторитарного воспитания но впадаем в другую крайность которая называется баловство которая в свою очередь по полной программе в подростковом возрасте проявляется видим такой симптоматики давайте немножко поговорим про то как родители балуют своих детей и что мы вообще можем сделать такого что в подростковом возрасте получить ищи адиада которая не может сепарироваться из семьи и так детей надо баловать тогда из них вырастают настоящие разбойники в общем все мы бедные родители современные пытаемся пройти вот по очень тонкому мостику над пропастью с одной стороны не стал не скатившись в этот авторитаризм против которого мы естественно будем иметь бурную симптоматику в подростковом возрасте а с другой стороны не скатиться вот в это все все дозволенности баловство которая даст нам примерно тот же результат и все это конечно очень сложно и так почему родители балуют своих детей вот когда он еще очень мал нам кажется что если ребенок плачет то но это невозможно совершенно вынести невозможно вынести тебе его лечит у него берут кровь или делают укол и нам кажется что врачи практически убийцы которые насилуют бедного ребенка 4 лечит он рыдает потому что хочет вот эту игрушку и ты понимаешь что нет я не могу вынести вот то что он увидите я уже даже сказала я не могу вынести это на самом деле конечно это родитель не может вынести каких-то отрицательных детских чувств там плача крика и ему очень важно чтобы ребенок не испытывал вот этих неприятных переживаний возможно которых которые когда-то были у него в детстве но на самом деле понятно что защищая его от неприятных переживаний мы конечно защищаем от неприятных переживаний себя и это когда речь идет о маленьких детях и ведь все то же самое дальше проявляется в подростковом возрасте потому что если маленький ребенок не научится испытывать хоть какие-то маленькие моменты фрустрации как ему дальше во взрослым в подростковом возрасте делать шаги в этот мир который отнюдь не всегда поливает его сахарным сиропом принимает и говорит что да давай к нам мы тебя теперь будем любить и облизывать и целовать во все места вот эта концепция веникота про достаточно хорошую мать мне кажется все знакомы с ней да знаете есть исследования которые выполнены вот эмоционально фокусированными терапевтами я боюсь что я сейчас ссылки вам недавно не меня совершенно сразило что знаете насколько процентов мать должна быть достаточно хорошей то есть вот это соотношение фрустрации и удовлетворение потребностей можно самые смелые предположения ну в общем 30 на 70 вы угадали только 70 процентов это фрустрации то есть ребенок для того чтобы он развивался и мог безопасно преодолевать опасности в этом мире для того чтобы он мог исследовать этот мир а это так важно в подростковом возрасте исследовать этот мир он должен конечно чувствовать себя безопасно но при этом он должен уметь эту фрустрацию преодолевать поэтому если мы защищаем его от неприятных переживаний всегда это называется баловство и мы формируем фактически такое совершенно не приспособленное существо к этому к этому миру которому просто очень страшно исследовать этот мир и дальше он может быть сколь угодно талантлив он может быть сколь угодно интеллектуален но он очень боится в этот мир входить поэтому конечно легче сидеть за компьютером убивать монстров бегать по коридору стрелять это безопасно в этом смысле когда мы бережем своих маленьких детей от неприятных переживаний я не про то что их надо выталкивается этот мир я про то что чуть-чуть фрустрации им нужно и когда мы их бережем от этого мы думаем о себе не одних и похоже что в последние годы есть вот эта тенденция нам очень важно быть хорошими мамами нам очень важно быть хорошими родителями чтобы нас считали хорошими родителями чтоб сам ребенок считал нас хорошими родителями поэтому стоит ему сказать и как много детей начинают манипулировать родителями говоря ты плохая мама ты не покупаешь мне эту игрушку а дальше мы имеем подростка который проделывает примерно то же самое который дергает за ниточки власти понимая какой властью он наделен если он скажет ты плохая мама потому что ты не понимаешь что мне надо прогуливать школу я очень устал или ты не понимаешь что мне нужно пройти вот этот уровень в компьютерной игре и вообще бардак в комнате это правильно это с моя свобода и самовыражение очень страшно сепарироваться в этот мир который не такой уж безопасный не такой уж доброжелательный но в целом он нейтральный конечно но когда ты включаешь телевизор он как мне кажется таким а дергать за ниточки родителей легко приятно и ты чувствуешь вот эту власть и вот конечно когда родители хотят чтобы дети считали их самыми лучшими в мире родителями они наделяют их такой властью и в общем на самом деле закладывают кирпичики в том что ребенок не сепарировался дальше потому что легче это власть реализовывать дома родители которые прожили вот эти девяностые нищие годы у которых не было чего-то и теперь они хотят дать самое лучшее своим детям это отчасти напоминает предыдущих но скорее речь идет о материальных каких-то благах и тогда тоже совсем не хочется выходить в этот мир который очень непонятный и отнюдь не такой благожелательный а еще непонятно ты сможешь вот зарабатывать столько сколько тебе вот родители дают сейчас но так может и пытаться не надо лучше оставаться маленьким а для того чтобы оставаться маленьким дальше вот эта вся подростковая симптоматика поставьте сюда вот все что угодно до любой смысл ну и конечно если мы не в состоянии выносить про это я уже сказала негативные чувства своих детей то но в общем примерно это же мы и закладываем в них и тогда конечно очень трудно делать вот эти шаги к саппарации выходить в этот мир то есть как вы уже поняли я все время пытаюсь протолкнуть идею что если отношения в семье отношения с ребенком меняются адекватно его возрасту подростковому возрасту мы подходим более или менее с дружескими партнерскими отношениями когда все свои действия относительно подростка ты объясняешь ему ты знаешь мне хотелось бы чтоб ты ты бы бы это сделал потому что когда у него есть этот баланс прав и обязанности о да у него уже есть деньги свободное время свои друзья своя частная жизнь но при этом есть обязанности и обязанности не только убирать свою комнату а еще социально полезные обязанности про что-то что он делает для всех я не знаю мусор он выносит в магазин он ходит но это не только про обслуживание его и тогда у него есть ощущение значимости тогда у него есть ощущение что он что-то может и тогда ему не надо протестовать и объединять всех доказывать что он не тварь дрожащий он чувствует собственную значимость чуть-чуть поговорю про типы избалованности то есть как конкретно мы можем баловать своих детей чтобы в подростковом возрасте это все расцвело пышным цветом и не давало возможности сепарироваться и дальше соответственно мы уже наблюдаем вот всю вот эту симптоматику которая то есть я все время пытаюсь потолкнуть идею что некие симптомы вернее не так что подростковый возраст кризисный подростковый возраст это симптомы неадекватной сепарации дисбаланс несбалансированности во всей системе так вот что еще мы можем делать как мы можем их баловать сверх изобилие это следующее когда мы предоставляем ребенку буквально все он еще не успел пожелать какую-то игрушку мы им мы ему ее уже даем да это скорее про тех родителей которые были лишены чего-то в детстве и вот теперь что они заваливают ребенка подарками это те самые дети которые не успевают еще пожелать роликов айфонов велосипедов подставьте все что угодно а им уже это дают казалось что что плохого если ты предоставляешь своему ребенку абсолютно любые материальные блага вроде бы ничего то но когда маленький ребенок или уже не маленький мечтает о чем-то неважно это кукла велосипед айфон вот смотрите он же в этот момент фантазирует он уже играет с этим фактически в своих мыслях в общем таким образом мы формируем богатый душевный мир и фантазии и конечно дети вот сейчас таких очень много ну по крайней мере к нам психолога много таких приходит когда ребенок не хочет ничего что тебе подарить на день рождения не у нее желаний и это очень часто те дети которые уже выросшие дети которые но правда имеют все квартиры машины нормальные вузы нормальная работу но им ничего не хочется и я не про то что ребенок обязательно ребенок взрослый человек непрерывно должен что-то потреблять мечтать о каких-то благах нет но речь идет про то что человек вообще не может чего-то хотеть ну а дальше вот эта пустота часто заполняется например наркотиками или например алкоголь поэтому все не так безобидно и очень часто в подростковом возрасте да вот те же наркотики или алкоголь это следствие вот этой сверх избалованности когда ребенку предоставлялось абсолютно все и он вообще ничего не хочет следующий тип избалок тип способ который мы можем баловать наших детей он чем-то похож на предыдущие но это скорее касается если в первом мы речь шла о материальных благах то здесь идет речь про то что ребенку предоставляется возможность делать абсолютно все он может рисовать на обоих сейчас речь не идет о годовалом ребенке а 2 годовалом ребенке сейчас речь идет три и пошли дальше когда ему вообще в принципе не ставится никаких границ ну и если ребенок не понимает что можно и что нельзя что мы имеем подростковом возрасте но в лучшем случае в лучшем он понимает что все можно дома а вот в этом мире отнюдь не все можно и конечно ему совершенно не захочется сепарироваться взрослеть выходить в этот мир лучше он будет делать все что угодно дома чувствовать собственную значимость важность но при этом для того чтобы остаться дома нужно какая-то симптоматика и вот у него алкоголь наркотики 28 часов в сутки компьютер депрессия ну как депрессия это в лучшем случае а в худшем случае это вообще социопат который вообще не понимает где граница что другие люди тоже могут иметь свои чувства что вся его свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека он абсолютно пуп земли и в общем совершенно не считается ни с кем и это про вседозволенность доминирование это такой очень часто тревожный ответственный родитель который принимает решение за ребенка сам всегда у осторожно осторожно не беги туда попадешь под машину не подходи к собачке она укусит ну и дальше следствие кого мы растим примерно такого же тревожного человека и когда наступает момент что ему надо сепарироваться ему ужасно страшно ведь родитель который принимает за ребенка все решения он транслирует что этот мир опасен собачки кусаются машины давят пешеходов только так только выйди за ворота еда на улице опасно и вредна как только съешь сразу же умрешь страшных муках в общем мир опасен чем-то похож на вот это доминирование последний тип баловства который называется сверхопеха но тут скорее их бывает трудно различить но если в первом случае это скорее вот в этом доминирование это выглядело примерно так вот когда ты увидишь этих мальчиков подойди к ним и скажи и мальчики можно с вами поиграть если они тебе скажут можно поиграть берешь ведерко и значит насыпаешь песочек и делаешь кулички если они тебе скажут нет то ты обязательно говоришь а почему нет а у меня есть красивый самосвал ну понятно что значит трехлетний ребенок в этот момент он уже все забыл но он только понял что он сам не с этим не справиться и надо обо всем спрашивать маму вот но в общем такая выученная беспомощность просто а вот это вот сверхопека это скорее когда родители преувеличивают опасность не беги упадешь ой осторожно свалишься собачка укусит ну и дальше понятно что этот мир опасен то есть если в первом я ни на что не годен то во втором в этот мир лучше не выходить но и что мы получаем тогда мы получаем в общем в подростковом возрасте ребенка для которого мир опасен зато дом родители безопасны и прекрасны можно подумать возвращаясь к первой части нашей нашей лекции а собственно почему и что заставляет нас вот так вот баловать детей если у тебя твоя индивидуальная жизнь в общем интересно то есть друзья реализация ты сам наконец то откуда так много этой опеки если парная жизнь прекрасно если есть вот эти парные занятия если вы там с супругом или супругой друзья любовники близкие люди то в общем вот эта вся энергия она не уходит в опеку и мы скорее не будем иметь вот эти последствия в подростковом возрасте потому что как мне кажется и вы с этим столкнетесь вот когда родители приводят на прием подростка очень часто опускаться надо глубже и все эти причины они были причины вот этого нарушенного поведения подростка в общем гораздо раньше ну и дальше в общем подростку надо не сепарироваться подростку нужно как-то зацепиться дома для того чтобы объединить всю семью для того чтобы обеспечить нам смысл жизни кстати да если у тебя еще нет своей жизни то если вся твоя идентичность строится только на том что ты мама маленьких детей то конечно ну конечно как 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 он может сепарироваться он же лишить любимую маму вообще говоря смысла жизни ну никому не хочется маму убивать так вот и дальше есть четыре способа это очень грубая схема но тем не менее вот в этом нарушенном поведении вы всегда можете найти отголоски в четырех способов первое что могут делать они привлекать внимание например подросток понимающий что родители без него ссорятся ругаются так глядишь семья может развалиться один из способов объединить всех это привлечь к себе внимание своим негативным поведением и вот сюда может вот абсолютно любой симптом ну например воровство мама с папой ссориться папа давно не работает мама наоборот работает на пяти работах у мамы много обид но при всем притом она любит вообще-то папу и просто не нравится что он не работает поэтому она в себе вот давит вот эти чувства но я думаю что это в общем видно что они недовольны и вот девочка начинает воровать в школе причем делает это абсолютно демонстративно например один раз она украла деньги попросившись буквально за три минуты до звонка выйти дальше спускается в гардероб и берет деньги тут звенит звонок и и застают второй раз она украла деньги когда были гости она там пошарилась по карманам и дальше но нет чтобы эти деньги отнести к себе в комнату она зачем-то держа их в руке заходят прям там где сидят гости я спрашиваю тебя такой где ты это взяла и дальше ее родителям ну во первых очень стыдно и они объединяются и начинают ругать ее и это вот какие-то вечерние такие скандалы но родители вместе смотрите она их во первых объединила во вторых привлекла внимание ну и в общем в целом они друг с другом чувствуют себя одну пары по крайней мере хотя казалось бы до жалуются на воровство стремление добиться власти мы отчасти уже говорили про это в первой части лекции девочка сказала ей 14 все я больше не хочу ходить заниматься музыкой на что ей было сказано что в общем мало ли что ты не хочешь ты занимаешься музыкой и тогда она приходит и ворует кольцо у своей учительницы она ходит к учительнице заниматься причем делает это достаточно демонстративно и и тут же очень ловят потому что у нее очень узкие джинсы кольцо большое могла взять поменьше если уж и не так приспичило что-то украсть она засовывает это очень узенькие джинсы и кольцо топорщится да и шкатулочка которую которая стояла на пианино так и остается открытой поэтому учительница видит что шкатулка открыта почему-то нету ее любимого большого кольца дальше она провожает свою ученицу это все видит после чего она говорит так все больше ко мне не приходи звонит родителям и говорит я не буду больше заниматься с вашей девочкой вот родители могли сколько угодно ей говорить нет ты будешь заниматься об вуаля все все как хотел и в этом смысле они могут заставлять ее они могут ругаться но вот она пожалуйста она сделала все чтобы больше этой музыкой не заниматься кто главный кто решает ну конечно она еще одну вещь могут дети делать подростки делать и вот ну если привлечь внимание это наверно как мне кажется характерно практически для любого ребенка время от времени добиваться власти это вообще очень такая так по подростковому и это всегда говорит скорее дисбаланса власти про то что подросток не обладает достаточным количеством прав то вот месть это когда уже но ситуация зашла достаточно далеко это когда подросток уже пробовал и так то есть привлекать внимание и в общем отчаялся и не получилось когда он пробовал уже и бороться за власть но тоже как-то не очень получилось когда он испытал очень много негативных чувств и вот теперь он пскит родителям или одному родителю как он может это делать ну например одна девочка это тоже право я сегодня тогда про воровство получается я почему взяла один и тот же симптом потому что очень важно понимать что стоит за ним и вот если в первом случае воровство это было допустим привлечение внимание такое откровенное во втором случае стремление сделать по-своему вот сейчас расскажу ситуацию когда воровство это было про месть семья где очень важно быть честными мама юрист адвокат бабушка судья дедушка прокурор в общем есть культ честности и есть некая история про дядю который сидит в тюрьме за там разбойное нападение и вот девочка демонстративно ворует в школе делает это так чтобы ее в общем ловили маму раз вызывают в школу и говорят что такое как как и представляете тот жгучий стыд а не только бессилия как в случае борьбы за власть когда вот ничего не могу сделать футу и все ей безумно стыдно разговаривать с директором в первый раз она бьет девочку после этого воровство не прекращается ее второй раз вызывают и безумно стыдно и вот фактически вот это чувство стыда который испытывает мама потому что девочка нарушает но какие-то основы основ и когда она привела ее она так кричала и прям такая была вся красная при этом сидит абсолютно такой тоненький маленький выглядящий моложе своих лет подросток она ведь я на нее ору я ее бью все совершенно бессильно ну что же дальше получается она же преступница она же точно также будет сидеть в тюрьме как мой брат и да там есть какие-то свои истории про то что у девочки есть ощущение что гораздо больше любят ее брата что мама слишком строга к ее отцу что мама очень обижает папу вспоминаем коалиции между ребенком и вторым родителем и фактически то что она вытворяет это конечно месть маме причем заметьте какую кнопку она нажала вот если в этой семье важно там честность добропорядочность подростки будут воровать если в семье важен существует культ учебы важно образование они не будут учиться если то есть всегда находится прям самая прекрасная кнопка ну в этом есть своя логика потому что смотрите ребенок в семье где есть культ образования ребенок может прекрасно учиться на него никто не обращать внимание потому что ну и правильно и он учится и учится зато стоит ему получить двойку то есть в этот момент нажимает очень правильную кнопку сразу все возбуждаются что-то происходит это вообще по принципу там просто собрачки собачки павлова до звонок слюна получил двойку получил внимание или там родители которые раньше сидели каждый в своем компьютере объединились и вместе ругают его прекрасно то все хорошо время провели то же самое с властью пока ты там хорошо учишься в семье где есть культ образование но в общем особо на тебя внимание никто и не обращает а тут ты так двойку за двойкой двойку за двойкой мама с папой начинают с тобой делать уроки вести душеспасительные беседы все равно двойка за двойкой и вот они уже абсолютно дошли до вот этого отчаяния и бессилия и конечно ты в этот момент царь горы потому что они прекрасные замечательные много чего добились но вот тут они ничего не могут сделать и это такое ощущение своей значимости власти вот родитель может даже бить этого ребенка от отчаяния и у ребенка такая улыбка ты можешь меня бить но ты ничего со мной не сделаешь ну и то же самое смесью я буду тебе делать больно именно нажимая на ту самую кнопку которая которая причинит тебе эту боль поэтому если тебе больно чтобы я бросил институт прошу институт если тебе больно от того что у меня будет бардак в комнате у меня будет бардак в комнате но если тебе все равно но я могу время от времени убирать ну и последний способ как дети могут выводить из себя родителей хорошо вести себя нежелательным способом эта декларация своей несостоятельности я думаю что в любом классе есть некоторое количество учеников но хоть один вот если проверять его айкью все в порядке но при этом если ему дать задание он абсолютно не будет справляться с контрольной показывать какие-то результаты которые будут заведомо хуже его способностей это тот самый ребенок который уже все попробовал и внимание привлекать и за власть бороться и мстить это не обязательно были длинные периоды это могут быть коротенькие периоды и дальше он отчаивается и понимает что если он декларирует а я ничего не могу а у меня ничего не получается издает то от него отстают и ему хорошо и вот так целая такая прям плеяда подростков которые ничего не хотят ничего не хотят ничего не могут не учатся не убирают в общем прибывают каком-то состоянии которое иногда со стороны можно принять за субдепрессивные и тут правда нужна такая более тонкая диагностика это мы имеем дело с подростковой депрессией или просто подросток таким образом получает какие-то бонусы свои вот у родители конечно в этот момент абсолютное бессилие отчаяние и он очень не знаю что делать уже но она гораздо более такое глубокое нежели вот как когда подросток стремится добиться власти тут скорее вот вот уже вообще все руки и этот круг бессилия когда подросток декларирует себя как вот такого неспособного хоть что-то делать ну и соответственно родитель уже это все-таки чуть меньшее количество клиентов приходит с такой жалобой скорее можно так сказать что вот наверное редкий ребенок хотя бы время от времени не прибегал к вот стремлению привлечь внимание за власть подростки борются как правило чуть ли не все но если есть хоть какой-то дисбаланс а мне кажется что но это надо какого-то совершеннейшего дзена достичь чтобы вот совсем адекватненько пройти стадии жизненного цикла понятно что все мы отклоняемся то в баловство и вседозволенность то значит в авторитаризм пытаемся найти свой путь но его и так уж просто найти хотя бы потому что нас то воспитывали совершенно по-другому я вижу здесь там разная аудитория но видимо кто-то жил еще при советском союзе и нас воспитывали совершенно авторитарно кто-то уже такие более юные возможно ваше воспитание было такое сверх демонстративе простить демократическое с элементами вседозволенности ну в общем знаете наверно хорошими родителями не рождать вообще родителями не рождаются мы ими становимся и очень стараемся но временами куда-то вываливаемся ну что делать вот месть это еще меньше значит кластер клиентов но и конечно вот такая декларация своей неспособности это еще меньше что теперь со всем этим делать вроде бы банальные слова то на что мы пытаемся опираться воспитывая детей и последствия чего мы будем с последствиями чего мы будем сталкиваться если мы не опираемся на это те самые принципы демократического воспитания про то что все люди равны но вот когда я говорю равны я имею ввиду равноценны равноценно не знаю перед богом перед природой перед чем-то мы не куски мяса и в этом смысле ценность ребенка ценность нас она примерно равна мы люди но конечно речи не идет ни о каком равноправии и вообще-то по закону до 18 лет в ответе за своих детей и у нас не может быть тех же прав что у годовалого трехлетнего и даже 14-летнего ребенка у нас больше прав и у нас больше обязанностей вообще-то мы их должны учить лечить кормить и так до 18 лет поэтому у нас прав больше мы у него не спрашиваем можно ли нам сегодня не ночевать дома они у нас спрашивают и в общем конечно статус родителей он все-таки выше более того подростки которые претендуют на абсолютное равноправие ты у меня отпрашиваешься я у тебя отпрашиваюсь в общем это конечно такие игры демократию хорошо тогда он должен уравновешивать это и своими обязанностями вот теперь опять же попытайтесь отнестись к моим словам не слишком критично потому что я все время говорю про баланс и когда говоришь про баланс но невозможно сразу говорить и про я запуталась это очень сложная тема потому что достичь баланса между вседозволенностью и авторитаризмом очень конечно сложно да мы равны равноценны но у нас все-таки статус не равен но когда ребенок растет у трехлетнего не может быть не могут быть права и обязанности четырнадцатилетнего и у восемнадцатилетнего прав и обязанности конечно больше и вот постепенно к тому моменту когда мы их выпускаем когда мы уже перестаем по закону за них отвечать было бы славненько чтобы вот эти права и обязанности они были ну примерно такие же как у нас и вот очень хорошо чтобы это там с каждым годом да у тебя детка прибавляется прав но у тебя и прибавляется обязанности я не пытаюсь сказать что ребенка надо грузить всем на свете потому что но это же такая опять классика жанра когда нынешние дети страшно загружены это безумный егэ которому они готовятся последние два года до их очень жалко и хочется помочь но когда ребенок я не знаю готовит завтраки допустим по выходным для себя и родителей или там загружает разгружает посудомойку или сервирует стол или ходит по магазинам вообще в ответе за допустим хлеб то у него же есть ощущение что он приносит какую-то пользу обществу ну вот семье в данном случае и ему уже не надо бороться с вами за власть чтобы получить вот это ощущение значимости а вот то что между всеми людьми должно быть взаимное уважение это тоже крайне важно смотрите с одной стороны ты не кричишь на него до временами очень трудно но представляете приходит он из школы там куртка в одну сторону рюкзак в другую на всех наорал вот дальше у тебя есть выбор ты можешь наорать в ответ потому что это неприятно а можешь сказать слушай а или устроить разборки почему у тебя значит куртка тут валяется почему рюкзак не на месте в общем сейчас в состоянии учу с ним разговаривать придет в себя все уберет но если ты чувствуешь что ну какое-то идет такое оскорбление тебя ты говоришь послушай я тебя очень люблю но мне не нравится такой тон придешь себя приходи и уходишь неважно куда-то ванну свою комнату и вот главное что когда он потом вернет придет к тебе не устраивать никаких разборок про то что он не прав ему самому неловко ему самому тяжело с этими чувствами может быть он поругался с друзьями может быть он устал мы не знаем от чего была эта вспышка но ты свою позицию обозначил ты вот провел вот эту границу со мной так не надо все я думаю что дальше он будет благодарен что ты не устроил вот этих вот разбор полетов он все уберет все будет нормально если каждый раз говорить так вот со мной так не надо ладно я тебя очень люблю но не надо так и ушел ты фактически что этим транслирует что ну давай ты все-таки будешь проявлять уважение вот на нашем контакте но при этом ты и сам ему тоже демонстрируешь уважение ты начинать не начинаешь разговаривать с ним как с пятилетним ребенком который не туда свои тапочки поставил и вот так выглядит взаимное уважение ну и про то что каждый человек обладает свободу эти его индивидуального выбора в той степени пока это не наносит вреда другим и а да у него может быть бардак в его комнате то есть пока оттуда не убегают крыса с тараканами пока оттуда не просачивается некий запах который мешает вам пока он не устраивает бардака ваших комнатах ну да это его пространство и вообще говоря порядку надо было приручать чуть раньше два-три года и так далее вот сейчас воевать совершенно бессмысленно более того если у него всегда был порядок а вот сейчас сейчас он устроила своей комнаты бомжатник это определенный симптом это про что-то в ваших отношениях а вот если у него всегда был порядок то в 14 лет это наверное не тот возраст когда и теперь вдруг нужно на его научить порядку но пожалуйста не раскидывай своих вещей на нашей территории и здесь можно например договориться про то что знаешь давай будет вот какое-то время x но допустим не за пятница вечер когда мы просто смотрим чтобы все вещи лежали на местах и придумать какое-нибудь логическое последствие причем хорошо бы чтобы с этим были все согласны потому что если кто-то не согласен работать это не будет но например есть такой такой метод который называется ящичек помню когда все вещи которые лежат не на местах мы допустим его вещи в вашей комнате они арестовываются ну допустим на три дня на неделю но это правило тогда должно действовать для всех я уже говорил что я я тоже двое взрослых детей и в общем подростковый возраст мы прошли и я вот помню это еще старший сын когда был в подростковом возрасте вдруг у него стал невероятный бардак 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 ладно при этом мы договорились вот про это время x а это еще были знаете те времена когда один компьютер в доме помните интернет был еще по проводному телефону поэтому я помню что я сидела у компьютера и видимо там кого-то записывала на прием и оставила свой ежедневник у него в комнате у него компьютера и вот наступает это время там 9 вечера и я с ужасом вижу что мой ежедневник лежит у него я пытаюсь иллюстрировать как важен этот принцип обязательности для всех ну и что пришлось арестовать вот неделю мой ежедневник вы знаете что такое потери ежедневника для психотерапевт там же клиенты записаны вообще и вот всю неделю это был ад потому что когда я выходила из кабинета в коридор меня все время ждал сюрприз кто сейчас там будет и вообще будет ли кто-нибудь или это будет перерыв но знаете дальше я приходила домой страдала говорила какой ужас какой-то стресс для меня и сын говорил ну давай ты заберешь тогда подожди мы договорились и вот когда он видит твои страдания что для тебя это обязательно вот здесь это и есть что и про уважение и про свободу и про обязательность для всех вот мне кажется что эта неделя сработала гораздо лучше чем все нотации которые я ему за всю свою жизнь читала потому что когда он видит что это обязательное для родителей и это обязательно для тебя но он тоже начинает очень так сказать уважительно относиться кстати стал порядок на войне вроде бы говорю банальные вещи и отчасти уже даже проиллюстрировала это примером вот кричать угрожать рыдать давить на чувство вины все это конечно ярко насыщенно делает жизнь яркой но абсолютно бессмысленная будто все эти методы не работают скорее предполагается установление системы последний пункт естественных и логических последствий когда вы все собираетесь и говорите давайте мы установим определенные правила ну вот как с этим ящичком например когда мы расписываем права обязанности и логические последствия логические последствия не предполагают наказание это скорее про то ну арестован ежедневник ты 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 живешь без ежедневника или но получал двоек в каникулы сидишь учишься а вы все уехали хорошо не уехали развлекаемся единственное что вот эти логические последствия хорошо бы чтобы они утвердились утвердились всеми членами семьи что все были согласны на это тогда они безусловно будут работать и вот такие значит семейные законы вы да как они конструируются давайте расскажу во первых последствия должно быть связано с действием не убрал что-то это арестовали они про то что не убрал что-то и мы тебя лишаем компьютеры это никак не связано или ты а а вот не убрал что-то не идешь к друзьям и убираешь это связано дальше этот принц значит последствия должны иметь некую значимость для человека но например вы если говорите что там на получал двоек лишаешься сладкого скотина вообще не ест или там на получал двоек не идешь к друзьям а у него и друзей то нет прекрасно время проведет с компьютером поэтому лучше конечно когда дети сами конструируют вот это вот последствия надо сказать они гораздо более жесткий как правило и это иллюстрирует скорее принцип предварительного знания потому что если ты говоришь на получал двоек теперь у тебя не будет компьютера этим ты демонстрируешь собственную власть было дальше что если ты такой главный что меня наказываешь а я буду протестовать и оспаривать твое главенство потому что я считаю что ты ведешь себя неправильно сам поэтому если вы договариваетесь с ребенком про это он должен конструировать вот это последствия сам и должен знать что его ждет если допустим ты не сделал к такому часу уроки ты не идешь с нами в кино или если у тебя там ты на получал двоек ну что каникулы тратишь на репетитора принцип немедленности понимаете это не должно выглядеть про то что как вспомни что 10 лет назад ты разбил мою любимую чашку нет ты сегодня переиграл в компьютер хотя мы договаривались что ты будешь играть два часа а ты играл три значит завтра ты играешь на час меньше ну и все это должно быть некое действие они долгие нотации знаете я думаю что все вы наверное можете вспомнить какой-то момент когда с вами разговаривали родители и читали вам нотации они что-то говорят 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 вот попробуйте вспомнить это я думаю что картинка у каждого из вас всплывет но вы совершенно вряд ли вспомните вот это содержание потому что все подростки обладают способностью убирать звук и мне кажется что ну вот у кого есть подростки временами начнешь начинаешь начинал что-то делать и ты понимаешь тебя не слышат и тогда это абсолютно бессмысленное действие еще и унижающее тебя то есть ты занимаешься абсолютно бессмысленным действием как ему типа тому у тебя уважать ну и принцип участие последовательности я про это уже сказала очень важно чтобы в этом участвовали все чтобы это не было не выглядело как система наказаний только для него и вы расписываете когда вот это вот и семейные правила права обязанности последствия но права обязанности последствия для папы для мамы для ребенка и как правило если участвуют все то это в общем хорошо работает это не сработает ну во первых если не будете участвовать вы это не сработает если недостаточное количество времени вот например они были на консультации вы показали им как составлять вот эту конституцию как работает семейный совет как работают последствия они приходят на следующий через неделю ну через неделю вряд ли это сработает нужен в месяц чтобы это все заработало это не сработает если есть какая-то борьба в родительской подсистеме то есть один родитель разрешает другой не разрешает один последователь другой не последователен тогда для того чтобы дисциплинировать подростка вам придется работать вначале с родительской подсистемой чтобы люди договорились друг с другом о правилах а потом уже привлекать подростка или система применялась непоследовательно то есть сегодня до завтра мы устали да и бог с тобой вот так не сработает ну или родители сами динамили или применяли эту систему когда допустим были разозлены ну например мама говорит подростку или ты никуда не идешь или на тебе или шапку одеваешь на улице дот снег он берет шапку и одевает ее направляется к двери и тут она произносит фразу я знаю я всегда знала что я с тобой хлебну неприятности потому что ты вылитый твой отец после чего шапка понятно снимается и летит в маму ну вообще говоря он ее взял и пошел ну в общем она не сработала ровно потому что потому что мама его спровоцировала но в целом знаете подростки ведь очень любят вот эту очень четкую структуру потому что как правило им действительно надо в этот мир выпархивать мир непонятен тревоги много и когда дома что-то очень стабильная и с четкими границами подросткам это нравится что еще любят подростки кроме последовательности четкости структуры уважения невозможности нет старания не вовлекаться в безумные выяснения всего на свете еще подростки любят разговоры про жизнь про устройство жизни про философские основы про любовь про секс про отношения а чуть не каждый подросток вот приходит и будет с тобой про это говорить сам а чуть не каждый подросток будет инициатором но любой подросток будет вам благодарен если вы начнете с ним про это говорить как это можно делать тут правда тоже нужен баланс я думаю мама или папа которая бегает за подростком и рассказывает про свои влюбленности первые сексуальные опыты опыты с веществами с алкоголем с друзьями ну в общем конечно этого не должно быть много но время от времени когда вы видите что у него есть это настроение а у подростков есть это настроение и вы рассказываете какие-то моменты из своей жизни неназидательные про то что как я хорошо учился был председателем совета отряда не думал про мальчиков не экспериментировал с веществами ни разу не выпил ни капли алкоголя а еще и не курил никогда нет вы рассказываете про себя живого ну потому что все в конечном итоге мы были подростками и помним какой-то непростой период когда тебя буквально разрывает когда когда столько разных чувств то ты влюблен то ты страшно счастлив этот мир кажется тебе прекрасным то этот мир кажется тебе жестоким и омерзительным то ты не понимаешь что делать своей жизнью то на тебя нападают какие-то мечты которые точно также куда-то улетучиваются и все это не просто и я думаю что если мы больше будем вспоминать себя в подростковом возрасте и понимать как это на сам какой-то на самом деле трогательный очень такой трепетный нежный хотя за этим ежиком очень трудно бывает увидеть нежное трепетное существо они действительно такие ежики но с очень нежной мягкой мягкими пузиками поэтому если мы будем убирать свои иголки и не отвечать в ответ на их провокации а в общем показывать свою язвленную сторону показывать свое мягкое пузико опускать эти иголки рассказывать ему про себя настоящую юного это не значит должен вываливать все свои беды нынешней лучше про себя того но при этом в какие-то моменты вспоминать что именно ты можешь обеспечить ему эту структуру и если вот что-то такое происходит то возможно дело все таки неком дисбалансе семейной структуры то все у нас будет хорошо спасибо за внимание да я оставила время если какие то вопрос раз раз здравствуйте спасибо большое за лекцию очень поучительно но я хотела бы узнать вот сверх опека она иногда же поворачивается наоборот то что ребенок не то что боится этого мира да а наоборот он начинает себя в подростковом возрасте проявлять то есть вот ты мне говорила что вот нельзя а я буду делать на зло то есть я вот да хочу вот посмотреть на не то есть он и так и так то есть иногда ребенок закрывается иногда все таки он именно начинает сам познавать как ты мне запрещаешь а я же вижу что все туда да как бы ну знакомы спасибо за дополнение да очень ценное замечание действительно либо мы выращиваем вот таких совершенно тревожных зайчиков которые боятся сделать шаг либо это подростки либо это дети которые в подростковом возрасте начинают протестовать против авторитета и тогда тоже мало не кажется родителям потому что все что у родителей белая должно все непременно стать черным у них и это тоже такая своя очень зависимость это называется контрзависимость потому что я это делаю не потому что я хочу чего-то сделать а я это делаю потому что я протестую знаете у меня подруга есть которая ска свое время скала гениальную фразу она сказала знаешь как мне всегда удавалось математикой я в олимпиадах побеждала и вообще мне путь бы конечно на мехмат но мои родители так хотели чтобы я стала математиком что пришлось пойти на псих вак и стать плохим психологом она правда нашла свою область она наукой занимается психологии но вообще понимаете выбор был из серии на зло маме отморожу уши и вот да еще раз спасибо за это замечание вот при сверхопеки они действительно мол это это в любом случае зависимость но она примет форму зависимости или контр зависимости но это уж как сложится когда ребенку 16 17 лет и вот он это начинает делать мы же уже не можем исправить то что мы в детстве неправильно да где-то себя вели да где-то сверхопекали где-то много что не позволяли и делали за него сейчас вот есть какие-то такие ну да да инструменты как на него хотя бы хоть немного повлиять да я поняла я наверно запугала всех рассказав что подростковый возраст это следствие а ведь действительно так бывает ты же ну не только не рождаешься мамы или там хорошей мамой мы же развиваемся с каждым ребенком и даже с одним ребенком мы развиваемся и там когда ему год ты одна мама когда ему 5 ты другая когда ему 15 ты 3 хотя бывают мамы которые что в год что в 5 что в 10 примерно одинаковый и тогда проблема а так допустим ты пошла учиться на психотерапию или просто жизнь жила и ты понимаешь боже как я его опекала и вот все что происходит это вот от чего-то от зависимости или от контр зависимости вот когда ты понимаешь про что это что на самом деле он либо боится делать шаги потому что ты ну потому что ты его переопекала или наоборот он протестует против чего-то потому что ты его сверх опекала вот само знание она дальше рождает уже определенную стратегию например если это такой пугливый зайчик и он боится какие-то делать шаги то что чем мы занимаемся укреплением уверенности в своих силах мы например ищем какие-то задачи нет не так ищем какие-то области в которых он все-таки компетентен и начинаем это всячески возвращать ему я думаю что нам современным родителям тут вообще легко мне кажется любой ребенок владеет технологии подросток так технологии как мы вряд ли правда они немножко в этом смысле другие у них там компьютеры из пальцев растут мне кажется вот поэтому ты начинаешь задавать какие-то вопросы совершенно честно не придуриваясь задаешь вопросы и он проявляет свою компетентность и постепенно так вот вот эта уверенность она растет если это контр зависимость то есть ты видишь что в этом протеста много ты точно также с одной стороны позволяешь ему более того даже провоцируешь его чтобы он проявлял свою компетентность что-то просишь сделать маленькое потом обязательно благодаришь чтобы он получал какие-то бонусы за это а дальше ты его конечно поддерживаешь но в общем не протестуешь против вот этих про его протестных проявлений потому что смотрите любая контр зависимость она же действительно назло тебе а если ты не протестуешь ты говоришь ухты да класс но так только немножко страхуешь потому что понимая что он может куда-то свалиться но делаешь это очень незаметно то тогда отпадает та самая необходимость протестовать ибо своим протестом мы укрепляем его протесты это такой круг взаимных протестов вот нам надо из этого выйти и первый шаг ты понимаешь а это там зависимость или контр зависимость от сверх опеки теперь будем повышать уверенность своих силах и не протестовать занимаем запасаемся попкорном и транквилизаторами и значит ну или подружками с которыми ты можешь делиться этим благодарю за лекцию здорово систематизировали как-то вот дополнили только ту картину которая была потому что тема насущная у самой сейчас подрастает прям такой предпобертат я уже в напряжении вот и такие так один маленький вопрос один побольше первые сейчас говорят о том что пубертат он как-то сдвинулся по срокам начиная с физиологии до и гормонального созревания кончая поведенческими проявлениями с чем это связано да почему вот так происходит и второй вопрос общалась не так давно с главным психиатром санкт-петербурга и он обозначил две главные проблемы детской психиатрии первое это аутизм 2 это подростковый суицид который сейчас страшно вырос в статистическом отношении и втрое превышает среднемировые показатели вот опять таки с чем это связано и как это можно где-то предотвратить потому что где например взятим сверхконтроль до подросток наоборот он же только выставит колючки да они же ах меня там прочитали мою переписку там где-то да да что я еще тем более закроюсь еще вот как вот и не упустить и не пережать ничего себе вопросы вы задаете еще можно просидеть часов двадцати про это говорить вы знаете ну это правда сложный момент как как дать ему возможность поздрав повзрослеть с одной стороны и ну за них же сердце болит и ты же все время хочешь помочь понятно да ну как своей помощью не перри перья вот так вы задали сразу несколько вопросов и я конечно помню только да 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 помню да ну смотрите здесь же много разных исследований поэтому то что я читала что с одной стороны с нашей системы здравоохранения безусловно изобретение антибиотиков совершенно другая еда приводит к тому что они тут же даже речь не идет про то когда они созревают в конце концов ромео и джульетте помните сколько лет было они поженились до 13-14 если я помню ярослав не было 12 лет ну в общем сейчас это педофилия называется так вот речь идет про рассогласование между физическим и эмоциональным взрослением то есть физически они безусловно уже готовы где-то рождению свои там 13 лет но как мы понимаем эмоционально они не готовы ни к чему такому более того вот они такие с формами девочки или мальчики такие очень большие крупные там с этими вторичными половыми признаками и часто взрослые люди начинают с ними обращаться как будто бы они взрослые есть прекрасная книжка лин понтон называется сексуальная жизнь подростков может быть вы уже читали ее она построена как терапевтические новеллы описание и подросток которому начинают обращать с которым начинают обращаться как со взрослым человеком он и выглядит на взрослого человека конечно бывает дико обескуражен он вообще не понимает ему стыдно у него ощущение вины вот что как будто бы он виноват что с ним на самом деле он маленький ему в солдатики еще играть или в куклы и это безусловно но нужно учитывать ну вот если это говорить про физиологию я вот такие исследования читала кроме того есть некие психологи которые отмечают про то что вот все таки там скажем подросток в шестнадцатом веке это уже был взрослый человек 15 лет его раз был очень ранен да 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 30 лет конечно вот мы сейчас 55 60 лет называется зрелая молодость меньше да увеличивается срок жизни совершенно справедливо так сейчас сейчас вернусь к вашему вопросу минутку есть еще такой психологический аспект то есть ребенку в нашем веке приходится усваивать гораздо больше информации чем ну допустим даже вот там я в подростковом возрасте усваивать а поскольку поскольку учиться в инфантильной позиции значительно легче мне кажется знаете даже вот студенты приходят на второе высшее образование им за 40 начинается такой регресс там тут что-то не сдать тут не дописать тут а зачем вот возможно еще поэтому но тем не менее да вот мы сталкиваемся с тем что это фактически взрослые физически взрослые люди интеллектуальные они взрослые но эмоционально психологически они совершенно не готовы еще к этой жизни и для того чтобы вот освоить всю ту информацию которая необходима для этой жизни нужно просто больше времени сейчас подростковый возраст 25 до по моему отодвинули хотя если на некоторых посмотреть так и 35 до можно бы я просто не помню и возможно возможно вот дальше уже я не компетентно отвечаю я скорее говорю про какие-то свои соображения тот прессинг который они испытывают ну в общем действительно им не просто хотя с другой стороны но что войну легче подростков у каждого времени свои трудности если уж на то пошло может быть мы все самое егэ да это же какой стресс сейчас раньше экзамены проще переживались вот не согласна я сейчас фанатка игра стал с прошлого года вы знаете я так ну в общем была ярой противнице пока с моя дочка не стал ну это можно не пишем пока моя дочка не столкнулась не сдавала в прошлом году егэ я подумала ну надо же вот мы в свое время сдавали эти восемь экзаменов потом приезжали в вуз который мы хотим в один вуз и сдавали четыре экзамена и это был такой прессинг а сейчас ну вот они два года готовятся к этому егэ я так понимаю что формально это ну в общем он не бог весь какой сложный как выяснилось и в общем сдать да она как-то неожиданно сдала нормально и дальше ты в пять вузов подаешь на три факультета то есть у тебя 15 выборов мне кажется что почему такое мнение сложилось в памяти свежая зимняя история про то как после пробного егэ было пять суицидов три из них удачных другое дело что мы на слуху было и тоже все это было но как-то вот очень так впечатлило вот почему я сейчас собственно про это говорю я же могла и не говорить да мне кажется что к егэ готовят те учителя которые которых сами готовили по прежней схеме они не очень понимают как и что и вот эту тревогу которую испытывают они они безусловно транслируют детям на самом деле мне кажется что в 17 18 лет научиться писать тесты единственный навык научиться писать тесты все но к сожалению да ну наверное надо каких-то учителей готовить которые умеют это делать мне кажется что в основном тревоги много и опять же я может быть час на свой опыт опираюсь и вот тут я некомпетентный тут вот прям только мой опыт потому что этих исследований нет пока насколько я понимаю но допустим у дочки у них ну они более-менее нормально сдали всем классом но было несколько человек это были те дети которые очень перенервничали которые сдали хуже чем могли поэтому мне например полное ощущение я думаю что мы обязательно такую группу сделаем у себя в центре психологическая подготовка к егэ если ты спокоен делаешь этот тест но то что у тебя потом появляется 15 выборов вместо одного и готовишься ты там к трем или четырем экзаменам они к 12 боже вот поэтому я может быть странную вещь скажу но год назад я бы наверное возмущалась сорвала волосы там посыпала голову пеплом и говорила как будто ужас но пройдя через это мы поняли что это прекрасно мы уложились спасибо за прекрасную лекцию вам спасибо и